Долгожданный сиквел Dying Light наконец-то скоро появится, и мы более чем рады рассказать о некоторых отзывах геймеров о раннем доступе, а также о том, что фанаты игровой франшизы действительно думают и ожидают от Dying Light. За всем этим и другими новостями, связанными с играми, следите за нами. В чем сходство между оригинальной игрой и ее продолжением? Dying Light, когда он был выпущен первым в 2015 году, не был тем, на что геймеры возлагали большие надежды, главным образом потому, что уже существует множество игр про зомби от первого лица. Так что ожидалось, что эта игра станет еще одной из многих, в которые мы уже играли. Однако, когда он был действительно выпущен, он абсолютно взорвал умы геймеров во всем мире. Эта игра была странно приятным гибридом паркурной игры ближнего боя от первого лица с элементами RPG и квестов, и вы можете убивать зомби. Создание первого сиквела широко любимой новой интеллектуальной собственности может быть сложным по очевидным причинам. Разработчики должны помнить, что не следует отклоняться от плана, который изначально принес им весь этот успех, но они, очевидно, также не должны создавать ту же игру снова. И давайте просто скажем, что Techland сумел найти прекрасный баланс между двумя безумцами Dying Light, потому что в Dying Light тоже есть множество аспектов, которые будут приятно знакомы тем, кто влюбился в оригинальную игру. Очевидно, что по-прежнему будет много рукопашных боев на основе паркура, а также акцент на крафте. Самое главное, что дневной и ночной цикл, существовавший в оригинальной игре, в которой зараженные становились более агрессивными и опасными с заходом солнца, обещают улучшить. Чем сиквел отличается от первого? В этой игре создатели добавили дополнительный уровень сложности, предоставив игрокам свободу делать выбор, который будет иметь последствия. При этом те, кто работает в Techland, надеются, что игроки увидят, что их действия способны реально изменить сюжетные линии, а также сам мир, чего на самом деле не хватало первой игре, потому что она была слишком сильно написана по сценарию. Говоря о фракциях, о которых мы упоминали ранее, на этот раз создатели игр попытались устранить одну из немногих критических замечаний, с которыми они столкнулись после первой игры. Геймеры назвали сюжетную линию несколько пресной и прямолинейной. В этой новой версии игры игроки столкнутся с тремя фракциями, выжившими миротворцами и отступниками. Миротворцы предлагают форму власти, в то время как выжившие будут служить фракцией, с которой главный герой может больше всего общаться, поскольку они просто стараются изо всех сил выжить в этом новом ужасающем мире. Ренегаты, с другой стороны, являются частью уличной игры. Все это и многое другое ждет широкую публику, поскольку Dying Light тоже, надеюсь, наконец выйдет 4 февраля после серьезной задержки из-за пандемии COVID-19, реакции игроков на продолжение. Согласно отзывам, полученным от игроков раннего доступа, Dying Light ту вот-вот станет крупнейшей игрой года с точки зрения геймплея. Первая игра предоставила игрокам действительно хорошее ощущение высоты и масштаба во время восхождения на вершины высотных зданий, дав им более реалистичное и убедительное ощущение того, что они находятся на высоте с впечатляющей камерой, покачиваниями, звуковым оформлением, ветром и прочим. Ночной режим был одной из самых страшных функций, с которыми сталкивались игроки, и в игре было так много всего, что можно было исследовать, открывать и чувствовать. Как будто они двигались через постапокалиптическую закрытую зону в одном из городов Ирана со своим персонажем Кайлом Крейном. Что касается второй игры, хотя это все еще игра про зомби, действие Dying Light ту разворачивается в совершенно другом придуманном мире. Действие сиквела разворачивается в мире, который был широко заражен вспышкой зомби, и остался только один город под названием Веладор. В игре также появился новый центральный персонаж, Эйдин Колдуэлл, который является паломником в городе Веладор, чтобы найти и спасти свою сестру, но в итоге раскрывает гораздо больше, а гораздо более масштабные истории, связанные с группировками Войны Смерти и большим количеством зараженных людей по сравнению с первой частью карты. В первой игре карта, с которой столкнулись геймеры по имени Старый Веладор, казалось диким обновлением. Здания в Старом Веладоре больше напоминают колониальный стиль, придавая ему современную средневековую атмосферу. И игрокам очень нравится иметь в своем распоряжении практически неограниченное количество маршрутов. И каждый аспект карты, казалось, гармонично сливался воедино, создавая бесшовный опыт паркура. Так что можно с уверенностью сказать, что Старый Веладор превосходит карту Ирана с большой вероятностью из-за сложности, которую предоставляет геймерам его среда. И насколько захватывающе для них проходить. Игроки, как сообщается, тоже испытали много вертикальности в мире умирающего света, почти как если бы дизайнеры игр привнесли оригинальное очарование и сущность карты первой игры, и добавили ей много глубины, что, надеюсь, вызовет много волнения при ее изучении. Еще одно новое дополнение к игре, которое делает ее намного более захватывающей, чем ее оригинал, это введение темных зон. Теперь игроки могут прыгать в здание средь бела дня и сражаться с зараженными гелиофобией, которые прячутся в этих темных щелях, чтобы избежать солнца. Аспект, на который, похоже, жалуются игроки, это бары здоровья и шатания, которые теперь, похоже, парят над головами врагов. Проблема в том, что в этой игре очень загруженный хат, так как он предназначен для размещения новой механики и систем. Добавление полос здоровья врага только делает экран еще более загруженным, что многих игроков отвлекает. Хотя создатели изначально приняли это решение, чтобы подчеркнуть направление RPG, игра сделана так, чтобы игроки могли сражаться со своими врагами более тактически. Надеюсь, найдется способ скрыть вражеские полоски здоровья для игроков, которые не заинтересованы в их просмотре. Другие игровые новости. Версия игры Чудо-женщина от Monolith, заимствующая элементы из названий Властелина колец. С многообещающим открытием на Game Awards 2021 года игры Чудо-женщина, несколько поклонников игр Средиземья, были вынуждены задуматься, вернется ли система Nemesis, используемая в названиях студии Властелин колец. Monolith подтвердил, что тот же механик будет работать над игрой Чудо-женщина. Однако, что дало повод для спекуляций, так это недавний список вакансий, в котором упоминалось, что идеальный кандидат, как ожидается, будет знаком с играми Shadow of Mordor или Shadow of War, необходимыми для работы. Что только больше убедило фанатов в том, что механика из игр Средиземья также должна быть заимствована для завершения этого проекта. Два фаната Страстного Человека-паука создают плакат, вдохновленный Человеком-пауком. Конечно, Marvel Spider-Man 2 выйдет не раньше, чем в 2023 году, но фанаты чрезвычайно взволнованы и с нетерпением ждут выхода новой игры. На самом деле, некоторые взволнованные фанаты геймеров создали плакат для продолжения игры, и мы можем сказать, что это очень хорошо проделанная работа художников, которые создали этот плакат в стиле Человека-паука. Будучи одним из самых обожаемых названий с участием нашего любимого веб-слингера, игра Ultimate Spider-Man была основана на одноименных комиксах с участием младшей версии Питера Паркера. В игре Веном играл центральную роль как играбельный бой с боссом, так и играбельный персонаж. И да, у фанатов есть множество причин быть в восторге от Marvel Spider-Man. Что их больше всего волнует, так это важность, придаваемая роли Яда. Персонаж, очевидно, приобрел гораздо большую популярность благодаря своим недавним боевикам о жизни, а это значит, что сейчас самое подходящее время познакомить его с серией Бессонницы. Созданный плакат копирует один из рекламных плакатов, выпущенных для игры Ultimate Spider-Man, более 15 лет назад. Слоган игры явно изменился, и новая ключевая фраза включает в себя слоганы «Будь лучше» и «Будь самим собой». И Человек-паук, и Веном были заменены моделями PlayStation 5, а также другими разумно добавленными изменениями. Фанатский плакат также включает в себя изготовленную на заказ обложку для второго человека-паука Marvel. Новый трейлер к основным событиям позапрошлого дня. Поклонникам трассировки лучей был предоставлен новый минутный трейлер, выпущенный в 4К для игры «Стрелялки от третьего лица» накануне, в рамках продолжающейся конвенции CC 2022. Трейлер в основном посвящен добавлению трассировки лучей и тому, как это, вероятно, улучшит визуальные эффекты игры. Этот новый трейлер дал фанатам другое ощущение по сравнению с предыдущими трейлерами, но, похоже, в основном он направлен на улучшение визуальных эффектов игры. Трассировка лучей — это технология Lightning, и трейлер, учитывая, что он в основном ориентирован на технологию съемок, позволил взглянуть на то, как в игре будет улучшено освещение. Вырезанный экран вначале показывает, как с помощью RTX глубина цвета и затенения резко меняются для игроков, а позже сцены также демонстрируют блестящие поверхности и город, красиво отражающийся в лужах. Это заставило фанатов по-настоящему заинтересоваться игрой, так как, по сути, она предоставит им более реалистичное и четкое затенение и освещение в новом выпуске. Это окончание этого видео. Ты тоже согласен с отзывами о Dying Light? Или ты предпочел бы подождать, чтобы попробовать свои силы в игре, а потом решить, нравится ли тебе это? Дай нам знать в комментариях ниже. Обязательно покажи этому видео большой палец вверх и подпишись на наш канал, чтобы увидеть больше подобных видео. Увидимся в следующем.